здравствуйте сегодня мы будем с вами готовить топ-4 рулетов из лаваша мы вам расскажем и покажем не только чем можно удивить ваших семейных домочадцев но и как порадовать гостей за праздничным столом рулеты из лаваша славятся тем что очень часто их можно приготовить из того что просто у вас есть в холодильнике давайте приступим и я вам покажу как каждый из этих рулетиков готовится сейчас мы с вами приготовим лаваш который называется с курицей и с овощами для этого нам понадобится пекинская капуста сыр помидорка огурцы вареное куриное филе майонез и лаваши давайте приступать и Итак, давайте формировать наши рулеты. Для начала выложим салат. Я взяла только мякоть, без вот этих жестких кусочков салатика. На этот салат мы кладем курочку. Курицу можно чуть-чуть посолить, в зависимости от того, как вы любите. Нашей начинки, которую мы приготовили, нам хватит на два лаваша. Если вы хотите сделать только один, то, естественно, делайте в два раза меньше всего. Дальше выкладываем огурчики с помидорчиками. Посыпаем дальше сыром. И хочу рассказать вам, что майонез, мы будем делать сеточку из майонеза после сыра. Если у вас лаваш плотный, армянский, из супермаркета, то можно намазывать его первым слоем. Но так как у нас лаваш очень-очень тонкий, то вот после сыра мы сейчас сделаем небольшую сеточку. Плотно заворачиваем наш лавашик. Вот такие вкусные, легкие рулеты у нас получились. Они очень красивые, украсят любой стол, в том числе и праздничный. Следующий рулет – это самый простой рулет из всех, который мы готовим. Это тот случай, когда гости уже на пороге и нужно быстренько-быстренько что-то придумать. Для этого рулета нам понадобится 3 яйца, они уже у нас сварены и перетерты на крупной терке. 3 зубчика чеснока и также 2 плавленых сырочка, тоже перетерты на крупной терке. Майонез и лаваш. Сейчас мы будем делать быстренько наш рулетик. Смешиваем наши ингредиенты. Я это делаю в большой емкости, чем, мне кажется, больше емкости, тем удобнее. Я никогда не говорю ничего о соли, потому что, на мой взгляд, солить нужно на любителя. И, как это говорит, там, 3 щепотки соли – это кто как любит. Добавляем сюда майонез, также на любителя, тоже кто как любит. И тщательно все перемешиваем. Наносим нашу смесь на лаваш тонким слоем. Мы нанесли нашу начинку, сейчас аккуратненько сворачиваем наш рулетик. Майонез и лаваш. Вот такие вкусные рулеты у нас получились. Очень быстрая и вкусная закуска. Они очень вкусные. Главное, не перебросить с чесноком. А теперь у нас рулетики будут с картошкой и колбасой. Очень необычный, но в то же время очень вкусный рулет. Для этого нам понадобится жареный лук, зелень, в моем случае укроп, петрушка хотела сказать, картошка-пюре, самое обычное, которое вы делаете. Бывает такое, что этот рулет делают, когда остается картошка-пюре. Яйца, не вареные сыры и колбаса. Колбасу мы уже натерли на крупной терке и просто нарезали зелень. Сейчас нам нужно смешать нашу картошку, колбасу, лук и зелень. Когда вы уже перемешали, обязательно попробуйте. И, естественно, посолите по вкусу. Мы перемешали нашу начинку, она готова. Сейчас давайте ее накладывать на лавашек. Мы будем делать два лаваша, поэтому начинку разделим на две части. И тоненьким слоем выкладываем нашу начинку на первый лаваш. Итак, мы нанесли нашу начинку. И сейчас аккуратненько, плотно сворачиваем наш лаваш. Мы разрезали наш рулетик. Его можно есть и в таком виде, но мы хотим вам предложить закончить немножко эти рулетики. Мы сейчас с вами взобьем два яйца, добавим сюда чуть-чуть молока и поджарим наши рулетики. Итак, мы поджарили наши рулетики. Они нужно выставить обязательно их на салфетку, чтобы все подсолнечное масло впиталось. Немножко они у нас так полежат, и они уже будут готовы к тому, чтобы их кушать. Вот такие рулетики получились. Они не очень полезные, вернее, они вообще не полезные, но они очень выручат вас, если у вас, например, осталось картошка-пюре в холодильнике. Они очень вкусные, и детки их очень-очень любят. Сейчас мы с вами приготовим горячий рулет из лаваша в духовке. Для этого нам понадобится ветчина, сыр, зелень, в моем случае укроп, кунжут, по желанию. Я нашла в магазине, поэтому у нас есть помидоры, одно яйцо, майонез, ну и, конечно же, лаваш. Для начала давайте порежем ветчину, натрем сырок и порежем помидорки. Итак, мы с вами все нарезали и натерли. Сейчас нам нужно все это перемешать в большой емкости. Ветчина у нас уже здесь, зелень. Ну, перемешать и, естественно, добавить сюда майонезом. Помидорки и сырок. Я использовала обычный сыр. Все всегда говорят, что сыры из твердых сортов пшеницы. Твердые сыры, в общем, не знаю. Я в этот раз у меня брест литовский. Я его очень люблю. И, ну, как бы, поэтому приобрела его. Сейчас мы это тщательно перемешаем. И давайте я покажу, сколько... Каждый добавляет майонеза, сколько любит он. Кто-то любит, чтобы все плавало в майонезе. Мы не очень большие любители и ценители майонеза. Поэтому, я думаю, вот столько нам хватит. Все, перемешиваем. Итак, мы перемешали уже смесь для рулетика. Ее мы отставляем. Давайте сейчас с вами приступим к лавашу. У всех лаваши разные. Бывают прямоугольные, квадратные, круглые. У нас в этот раз тоже необычный лаваш. Он вот такой. Смотрите, видно? Здесь, в общем, неровная такая поверхность. Не пропорциональный он. Мы с вами его складываем вдвое и разрезаем. Я это буду делать ножницами. Мне кажется, ножницами удобнее всего. Складываем еще раз пополам и еще раз разрезаем. Все, наши лавашики готовы к тому, чтобы их наполнять нашей начинкой. Итак, давайте приступим. Выкладываем наш лавашик. Каждый выкладывает начинки столько, сколько любит. Я, например, не очень люблю, когда прям все вываливается. И заворачиваем наш лавашик так, чтобы начинка не смогла выпасть в такой как бы конвертик. Складывать мы это все будем в форму для выпекания. Сделаем с остальными лавашами все то же самое. Мы взбили одно яйцо. Сейчас, мне кажется, у всех хозяйки есть такие кисточки. Давайте смажем наши рулетики. Как видите, у нас получилось ровно 8 рулетов. В начинке у меня даже чуть-чуть осталось. Но это так, мужу на перекус. После того, как мы смазали яйцом, у нас, кстати, в этот раз лаваш очень-очень тонкий. Посмотрим, как получится. Мы покупаем всегда обычный армянский в магните. В таких популярных магазинах тут не было. Мы купили в ларьке, где делают шаурму. Ну, типа настоящий. Сейчас давайте посыпем кунжутом. Если у вас нет кунжута, ничего страшного. Я понимаю, что кунжут это такое довольно редкое явление. Все, наши рулетики почти готовы. Нам осталось только их запечь в духовке на 15 минут при температуре 180 градусов. Давайте их туда отправим. Вот такие красивые запеченные рулеты с кунжутом у нас получились. Их можно брать как на природу, в поездке, так и удивить своих гостей на праздничном столе.